В Гомеле сразу двумя матчами открыли 24-й чемпионат страны по гандболу. Отыграть марафон наш регион не остался в стороне от недели массового футбола, объявленной УИФА. Слабакам тут не место. В Гомеле узнали, кто самый сильный. 24-й чемпионат Беларуси по гандболу стартовал. Причем в день открытия гомельские болельщики увидели сразу два матча. Сначала на парке дворца игровых видов спорта вышли мужчины. Гомель принимал Гродненский кроном. После играли девушки. Гомельчанки открыли чемпионат матчем с Бобруйской Березиной. Открыли 24-й чемпионат страны торжественно в перерыве между играми. В нынешнем первенстве на первом этапе в мужских соревнованиях принимают участие пять клубов. В женских представительства шире – восемь. Гомель и Кронен неплохо разогрели публику перед церемонией, выдав неплохой гандбольный спектакль с немного неожиданным финалом. Минувший чемпионат команды закончили очным противостоянием. Тогда гомельчане оказались сильнее в серии за бронзу. В межсезонье Кронен ослаб, потеряв нескольких ключевых игроков, в том числе и Алексея Ушала, который переехал на берега Сожа. Выбывших заменила молодежь. На Гомель, если и не укрепился, то слабее точно не стал. Так что перед началом матча хозяева были явными фаворитами. Первый тайм это подтвердил. Его гомельчане уверенно выиграли 17-13. Во второй половине, наверное, заранее уверовав в свою победу, Гомель притормозил. Ошибки в обороне и неточность в атаке. И к седьмой минуте второй половины Кронен сократил отставание до одного мяча. Следующие 15 минут Гомель пытался безуспешно оторваться. При этом хозяева не забивали семиметровые и не выжимали все возможное из игры в большинстве. На 22-й минуте Кронен все-таки сумел сравнять счет 26-26. После этого мячи командам стали даваться с большим трудом. За три минуты до финальной сирены при счете 27-27 Гомель опять позволил себе неточность семиметровой отметки. А вот гости не промахнулись. За 10 секунд до конца матча на табло были цифры 29-29 и Кронен атаковал. Ничья для Гомеля казалось будет неплохим исходом и нужно было только внимательно сыграть в защите. Однако нарушение на последних секундах перечеркнуло все надежды на успех. Игрок Гродненской команды пробивал семиметровые уже после финальной сирены. И был точен. Если в стане гостей царила радость, то в тренерском штабе хозяев недоумение. Непонятно по каким причинам команда вышла немотивирована. Не знаю, не было никаких предпосылок к такой игре. И видно команда была на ходу, бежали. Непонятно. Или некоторые игроки посчитали, что можно будет играть только в мае месяце, когда основные игры у них. Не знаю, будем разбираться, очень серьезный будет разговор. Гомель в такой ситуации не воспользовался ситуацией, не дожал нас, а, скажем так, дал нам шанс выиграть. По большому счету, играя два раза в концовке 4 на 6, мы должны были уступить. Женская команда гонбольного клуба Гомель смогла сгладить неприятные чувства болельщиков после поражения мужчин. Бобруйская Березина не смогла оказать должного сопротивления серебряному призеру минувшего чемпионата. Гомельчанки уверенно победили. 42-26. На минувшие недели Гомель Желдор Транс провел два домашних матча в рамках чемпионата страны по футболу в первой лиге. В четверг гомельские футболисты сыграли перенесенный матч 25-го тура. В гости приехала Речица 2014. Хозяева не знают побед уже два тура подряд. Гости вообще аутсайдеры. Они замыкают турнирную таблицу. А потому положительный результат был нужен каждой команде. Первый тайм областного дерби был не очень богат на события. Ключевой стала 32-я минута. Защитник Речицы в своей штрафной зацепил Кирилла Шрейтера. Судья указал на точку. Пенальти реализовал сам пострадавший. Кстати, для нападающего Гомель Желдор Транс этот матч стал 140-м в карьере, проведенным в республиканских турнирах. Начало второй половины игры было удачным для хозяев. Не прошло и пяти минут после ее старта, а голкипер Речицы во второй раз был вынужден доставать мяч из сетки своих ворот. Евгений Барсуков безупречно пробил штрафной удар. Второй голевой успех придал сил гомельским футболистам, которые стали чаще бывать у ворот Речицы. Атаковали опасно, но забить больше не удалось. Правда, и соперник не смог сократить счет. Победа есть, но времени для отдыха не было. Уже в воскресенье в рамках 21 тура Гомель Желдор Транс принимал команду «Береза-2010». На эту домашнюю серию план главкома Гомель Желдор Транса сработал. «Береза-2010» также уехала из Гомеля ни с чем, уступив хозяевам 0-1. В турнирной таблице Гомель Желдор Транс поднялся на девятую позицию. В рамках 21 тура Речица 2014 сыграла в ничью 1-1 с Лидой. С таким же счетом завершилась игра между светлогорским «Химиком» и «Сморгонью». Светлогорская команда на 13 позиции в турнирной таблице. Речица на последней 16. В Европе прошла неделя массового футбола УЕФА. Не обошло стороной это событие и Гомельскую область. На базе футбольного клуба «Гомель» провели турнир среди любителей. Победила в нем команда «Трудовые резервы», не раз попадавшая в объективы наших телекамер. Также в областном центре прошел футбольный марафон. Матч длился более 12 часов. Игра проходила практически без остановок. На мини-футбольной площадке Гомельской средней школы номер 8 сошлись две команды – «Зубры» и «Рыси». Правда, составы дружин постоянно меняются. Пока одни гоняют мяч в клетки, другие разминаются рядом, ожидая своей очереди. А дать таким образом дань игре номер один в «Гомеле» решили впервые. Ну, вообще это необычно для «Гомеля». Это вообще впервые. Я знаю, в Европе многие проводятся там даже суточные марафоны. Мы решили попробовать пока дневной марафон. Игровое время получили все, кто хотел. Ограничений не было никаких. Всего участие в марафоне приняли около 30 команд. Они представляли предприятия и организации, школы и интернаты, общественные объединения. Вышли на поле и девушки. Однако главной целевой аудиторией для организаторов были дети. «Мы решили организовать их, показать, что есть различные формы досуга и можно чем угодно заниматься в такой замечательный день, кроме как сидеть возле компьютера и сидеть в телефоне». Эмоции и спортивный азарт, а также шансы испытать свои силы. Кроме этого, каждый спортсмен получил диплом участника первого гомельского футбольного марафона. Медали и памятные подарки от организаторов. «Ну, захотел играть за команду, хотел поиграть. Было развиваться больше. Интересно было, с кем играть, какие соперники уровня будут». Игра, длившаяся целый день, завершилась победой команды «Зубры». На ней обыграли «Рысей» с отсчетом 61-57. Стоит ли еще раз говорить о том, что результат не главное. Главное, что праздник удался. И в неделю массового футбола УЕФА Гомель сумел уделить этой игре целый день. В Гомеле состоялось областное первенство по самбо среди юношей. На соревнования съехали спортсмены со всего региона. Победители уже на республиканском уровне будут оспаривать право участвовать в мировом первенстве. Самбо не входит в олимпийскую программу, а потому культивирует его не так широко, как, например, вольную или греко-римскую борьбу. Несмотря на это, данный вид единоборств пользуется стабильной популярностью. Тем более, что молодым есть на кого равняться. Пока на татаме сильнейших выявляли будущие звезды белорусского самбо. За ними наблюдали спортсмены, которые уже сделали себе имя в этом виде спорта. Среди них победители призер чемпионатов мира и Европы Евгений Семочкин. На областное первенство съехались около 60 спортсменов 1998-1999 годов рождения. Сильнейших выявляли в 8 весовых категориях. Цена победы высока. Право выступить на республиканских соревнованиях, по результатам которых будет формироваться сборная команда страны для участия в мировом первенстве среди юношей. Конкуренция очень большая, потому что участвуют ребята, приехали с города Светлогорска, Чечерска, училища Олимпийского резерва, где уровень подготовки очень хороший. А вы знаете, кто в Гомеле самый сильный? А вот участники и зрители спортивного турнира, который прошел во время празднования Дня города, уже успели выяснить имена самых мощных и выносливых. Там прошел пятый фестиваль силы «Бизон», а в его рамках нашелся и обладатель титула «Самый сильный гомельчанин». В этом году традиционный фестиваль силы выдался не таким масштабным, как обычно. Однако зрелище все равно было фантастическое. Среди студентов гомельских вузов провели абсолютный турнир по масс-рестлингу. А больше десятка богатырей областного центра поборолись за звание самого сильного гомельчанина. Причем мудль молодецкую показывали не только профессиональные спортсмены. Соревнования проводились в двух весовых категориях. До и более 95 килограммов организаторы пообещали еще перед началом турнира. Состязание рассчитано не на слабаков. Например, участникам мероприятия необходимо было поднять бревно весом 75 килограммов максимальное количество раз за одну минуту. В некоторых видах состязаний гомельчане не то, что не показывали высоких результатов, а и вовсе не могли выполнить минимальных требований. Например, поднять три сцепленных вместе бревна. Зато динамично поднимали на высоту разнообразные грузы, будь то камень, кусок бордюра или старую стиральную машину. Почти с юношеским задором осуществляли контовку шины. И с каждым состязанием становилось понятно, что силовой экстрим все больше укрепляет свои позиции в спортивной жизни Гомельской области. Азарт от борьбы чувствовали и зрителям. Что уже говорить об участниках? Пожалуй, самой зрелищной частью стала буксировка транспортного средства. На этот раз за спинами участников были тракторы отечественного производства. Как нельзя кстати здесь пришлась фраза. Да на нем пахать можно. Оказалось, что перетащить пару железных махин для многих гомельчан вполне посильная задача. В общем, силушку богатырской участники турнира продемонстрировали недюжию. В итоге в двух весовых категориях самыми сильными гомельчанами признаны Алексей Пьянков и Юрий Травин. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова